Раньше для того, чтобы выборы Башкана считались состоявшимися, в голосовании должны были принять участие более 50% избирателей. Сейчас избирательный порог депутата Народного собрания снизили до 33%. По их мнению, это позволит исключить возможность срыва выборов из-за неявки избирателей. Однако у главы Гагаузии другое мнение. Она считает, что каждый кандидат должен заинтересовать жителей предвыборной программы, и тогда люди активно примут участие в голосовании. Я не вижу рисков, что у нас 30-го числа выборы могут не состояться. Вся проблема может заключаться в кандидатах. То есть, если кандидаты, которые выйдут на эти выборы, не смогут убедить нашего избирателя, не смогут заинтересовать наших жителей и доказать избирателю, что да, мы являемся достойными кандидатами. Башкан Гагаузии Ирина Влах на телеканале ГРТ в программе «Особый статус» отметила, что при определении даты выборов главы Гагаузии необходимо учитывать все нормы закона, иначе итоги голосования могут быть оспорены в суде одним из кандидатов на пост Башкана. У всех у них появится право обжаловать результаты этих выборов, и основания на самом деле будут, потому что назначение даты нарушено, и тогда выборы судебной инстанции будут отменены. И в этой связи сейчас депутатскому корпусу надо, наверное, подумать о том и определиться, какое решение они примут в дальнейшем, пока не поздно. В свою очередь, некоторые жители автономии сомневаются, пойдут они на выборы или нет, но в одном они уверены, что никому не доверяют. На наши Камрадские надо, да, а на те Молдавские вообще не надо ходить. Обязательно ходить, но только мы ходим, но еще раз говорю, нас обманывают. Мы разочарованы, и если я пойду на выборы, я, скорее всего, всех вычеркну, потому что верить никому. Все равно мнение народа не учитывается, но на всякий случай надо выходить, чтобы не было произволов. В любом случае, хоть выборы от нас не зависят, но выходить надо. Надежда должна оставаться у людей, чтобы все-таки изменится что-то лучше. Стоит выходить, потому что это выборы, это всенародные, и надо считаться этим. Выборы – это всенародные выборы, и люди, если не выйдут, значит, выборы не произойдут, а это неправильно. Остался месяц до регистрации кандидатов, но претендентов на пост главы автономии пока мало. О своем участии в предвыборной гонке объявил независимый депутат Николай Дудогла. Марина Топал, Александр Глеков, Артем Топал. Новости ГРТ.